Итак у вас сломался люминесцентный светильник. Проявляться это может по-разному, в моем случае концы лампы горят оранжевым. Первое что нужно проверить, это исправность самой лампы. Если после замены лампы светильник все равно не горит, то дело в балласте. В моей арматуре используется электронный балласт для поджига одной лампы мощностью 36 Вт. Такой ЭПРА обошелся мне в 170 рублей. Я по дурости выкинул саму лампочку, решив что она перегорела, поэтому пришлось покупать еще и новую лампу за 50 рублей. В свете инициатив правительства по социальным нормам на потребление энергии, и без того немалые счета за электричество еще вырастут. Вон видите, они уже предлагают платить за электроэнергию анусами, эээ, простите, бонусами. Возможно и имеет смысл рассмотреть замену лампы на светодиодную. Данная лампа для замены 36-ваттной лампы Т8 обойдется дороже 1000 рублей. Мой же балласт и лампа обошлись 220 рублей, и это еще форс-мажор, так как до этого балласт пережил несколько ламп. Так что лично для меня экономическая выгода не очевидна, а световой поток светодиодной лампы дают откровенно херовый. Но если все-таки решили поставить старую арматуру современную светодиодную лампу, расскажу как подключить светодиодную лампу в старом светильнике. Во-первых нужно определиться насколько старая у вас арматура. Если в ней есть дроссель и стартер, то дроссель нужно убрать, напрямую соединив один из двух входящих проводов на 220 с одним из двух проводов идущих к патронам. После этого нужно выкрутить стартер, и можно вставлять светодиодную лампу. Если ваш светильник как у меня, то есть с электронным поджигом, то здесь нужно будет повозиться подольше. Отрезаем балласт, после чего обжимаем или залуживаем провода. В моем случае балласт неисправен, поэтому я решил его раскурочить и откусить уже залуженные провода от платы. Это избавило меня от необходимости снимать арматуру или стоять с горячим паяльником под потолком, капая расплавленным припоем себе на яйца. В итоге получилось 6 опаянных проводов. Два вход электричества, и по два на каждый патрон. Если вы ставите светодиодную лампу, то вам нужно еще разрезать провода соединяющие оба патрона между собой, если быстрый поджиг реализован по этой схеме. После чего один из проводов одного патрона соединяем с одним из электрических, один из проводов от другого патрона с другим электрическим. Возможно какие-то провода придется нарастить. Ставим светодиодную лампу, все должно гореть. Замена EEPRA тоже довольно простая процедура. По счастью купленная замена оказалась длиннее штатного, поэтому провода удлинять не придется. Подключаем провода согласно схеме. По какой-то причине в приблудах для ламп используются на редкость мудацкие зажимы, поэтому убедитесь, что провода надежно в них зафиксировались. В моем блоке поджига они еще и расположены очень близко, поэтому на всякий случай я дополнительно заизолировал их друг от друга. Проверяем, все работает. Теперь аккуратно убираем провода и новый блок внутри арматуры, и собираем плафон обратно. Кстати говоря, в некоторых случаях можно использовать и провод перегоревшей компактной люминесцентной лампы, если он остался исправен. На 36 Вт вы конечно вряд ли найдете, а вот для более короткой трубки дневного света на 18 Вт вполне. У меня например выуманный из перегоревшей лампочки балласт работает уже несколько лет в жестком режиме постоянного включения-выключения в условиях ванной комнаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА